Мы отбили атаку барона Но навсегда оставить эту проклятую пустыню позади нам мешает нехватка топлива Так что пока остальные готовят Аврору к отъезду Я, Гюль и Дамир должны пробраться в нефтяной терминал И выкрасть оттуда цистерну с топливом Нужно открыть ворота изнутри, чтобы ребята могли подъехать на дрезине Прицепить цистерну и уехать до того, как бойцы барона успеют очухаться Гюль с Дамиром будут ждать меня возле терминала Артём, мы с полковником, похоже, место нашли Только пока секрет, ещё кое-что проверить надо, и тогда уже всем объявим Я не могу тянуть через весь вагон, о как! Должны выдержать Помпы у нас так себе, сильного давления не дадут Разве только запах будет, но это ничего Как ответим подальше, прикидем накрыт, а потом и нормально, чтобы проводиться в революции Хм! Ну что, Артём, мы с Гюль скоро выдвигаемся, так что ты пока отдохни немного, проверь снаряжение и подтягивайся. Встретимся возле их базы. Артём, мы вот уезжать собираемся, а у меня душа не на месте. Помнишь, я тебе про корабль говорила? Ну, полуразобранный. Всё, думаю, про бедняк, которых там держат. Может, получится им ещё помочь, а? Если не мы, то кто? Пыль эта, чёртова. Скорее бы отсюда свалить. Не лезь там на рожон. Мне нужен живой муж, а не мёртвый герой. Всем слушать! Барон... Шёл, баран! Так, селся во втором резерве. Собраться на вышке. Шёл, баран! 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 Продолжение следует... 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 Священные планы! Священные планы! Священные планы! Священные планы! Спаси меня от этих сайтан! Спаси меня! Сожги сайтан! Даниэр, Артём, Аврора готова выдвигаться. Что у вас? Противников оказалось больше, чем мы думали. На территорию проникли, но тюль куда-то пропала. Ожидайте сигнала. Вас понял, конечно. А ты откуда взялся? Ты как, цел? Отлично. Зарядно, волновался. Смотри, цистерна залита под горлышко. Хорошая новость! Ну, есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать её мы не можем. Товарищ полковник, это Дамир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Вас понял. Работаем по резервному плану. Действуйте по обстоятельствам. Видишь? Провода от ворот ведут на вышку. Но вот как туда попасть? Прямо крепость неприступная. Прямо крепость неприступная. Молодые люди, вы серьёзно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так всё же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне. Нам есть что обсудить. Ты смотри, как заговорил, гад. На все сто восемьдесят развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне. Иначе прольётся море крови, и совершенно зря. Открыть ворота и впустить гостя. Поднимайся, тебя никто не тронет. Если сам, конечно, не нарвёшься. Не нравится мне это, но вариантов нет. Если не уедем, все в этой пустыне ляжем рано или поздно. Чё мочишь нам? Удачи, Артём. Если что пойдёт, не надо. Сюда давай меня. Ты качал на ТЛО обойди. Сразу к чистым двигателям опять. Не-е-е, ну кастынь. Ну с хера так долго ты. Тебе починить вас пользу не надо. О, ты из этих нестрелёров на поезде. Не-е, ну ты чисто зацени, чё винт наточил. Ты чё, мля, а зле? Не-е, ну ты, мля, давай, тяни, мля. Картэнэсна. Фиг ли так, вчера кормили меня? Гадаяц, прости. Сюда на гадаяц, я не гадаяц. Свою, тебе, короче, по лестнице. Пройдёшь хаты плотарей, потом гарем. А там уже хата самого бугра будет. Не-е, ну чё ты там копаешь? Чего мы тут вообще торчили? Давай уже сюда иди. Делайте мне хрю. Слымля, чё творится? Хозяйскую воду крысила, сука. Ну ты давай по лестнице двигай. Бугор, бля, ждать не любит. Ты собака! А ну за хуже собаки! Тёмыч, что происходит? Очень глупо! Убить их! Сволочь! Вон он, на лестнице! Я, поражаю, я буду стрелять... Эй! Вон там он был, внизу. У нас потери! Как оно здесь оказалось? Закрыл! С той стороны, трус! Как говорить с таким? За дурака меня держите? Не захотели обмена? Ну значит подохните все! И ты, Гюль, первая! Убить их! Артём, приготовился? Прячься, прячься. Недолго тебя осталось. Нужно прикончить этот собак! Кто это там наверху? Вижу, падлу! Урыли жигана, падли! Гюль, что происходит? Прячься! Гюль, ты сломайся и не слабо! Но мир живёт по-совсем другим уровням! Всегда побежать! Вижу, проходи! Наша сила в единстве, в вере сплотившей наших подопечных! Именно благодаря этой вере сплотиве, направите их, не дайте им сдвинуть в бутылку! А ты, Гюль! А ты, Гюль! Их подопечных! Они видят в тебе некий символ! Вокруг тебя переберетится и что вы, аура, запретности, бутарства! Аура никому не нужных проблем! Но твоя смерть сможет её развеять! Почему замолчал, а? Артём! Я пойду туда, пока собака не убежал совсем! Его поймать и дверь тебе открыть! Держись! А что за вариантом LOTSRON't? Куда собрался, трепачь? Вот всегда! Ловляй-ка! ААААААААААААААААААААА!!! SPECIAL Сочас anni Тих, тих! Вот пят! Брррррррррррррфральррррррff ПОДПИШИСЬ! 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 Вот это бойня! Ты, я смотрю, не сдерживался! Ничего себе... Вот значит, о каком плане Гюль говорила. Какого чёрта у вас там происходит? Уходите оттуда! Я пошлю ребят прикрыть отход. Дверь поддается. Артем, давай поднажмем. И вот с этим его ты хотела создать новый мир? Не выйдет. Здесь. Держу. Займись бароном. Всегда выживает сильнейший. Артем, убери голову. Ворота открыты. Цепляем цистерну. Выдал мой народ надежды. Я это никогда не забуду. Но война для меня только начался. Теперь надо закончить дело. Артем, нас привела сюда твоя мечта. Но моему народу она не поможет. Теперь это и моя война. Уходи, Артем. Иди к своей мечте. Жив, зайчонок. Я так волновалась. Фанатики с Волги, людоеды из бункера в горах, рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда, а война лишь дала им возможность проявиться во всей красе и теперь от них никуда не деться? Сможет ли Дамир, оставшийся в пустыне, чтобы вместе с Гюль привести их народ к свободе, справиться с еще одним чудовищем? Инерции мышления, заставлявшие местных десятилетиями переносить любые тяготы и лишения и, не щадя своей жизни, служить тиранам? Не знаю. Это чудовище может оказаться посильнее всех остальных. В любом случае, терять надежду рано. Мы все ближе к нашей мечте. Найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого-то не смогла отказаться. Продолжение следует... Кашель этот дурацкий. Вроде уже выехали из этих песков, а Арсений отпускает. Из чего только крест крутит эту гадость. Но ничего страшного, уже прошло. Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку. Там стол почти накрыт. Одну минуту, Степа. Мы скоро будем. Ну что, Тёма, пойдем? Или побудем еще? Так хорошо. Знаешь, Артем, я вот смотрю на Степу с Катей, на нас с тобой, и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было. Плохо было. Я тебе рассказывала, отчего мама умерла? Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был. Придет со службы, сапоги скинет, а у самого лицо все перепошено. Сразу к бутылке. Ругались много. Все за закрытыми дверями. Потом пропадал. И пока его не было, она тоже прикладываться начала. Когда трезвая была, плакала. А как выглядит, мечтательная такая становилась. Знаешь, как она меня звала? Просто А. Обнимет меня, говорит, мы с тобой, А, поедем когда-нибудь в мой родной город, Владивосток. А оттуда в поселок, что на самом берегу океана. Мне тогда пять лет было. Мало что понимала. Но поселок и даже океан могла себе представить. Потому что верила ей. Верила, что поедем. А потом она с собой покончила. Дрянью какой-то отравилась. После маминой смерти отец пить бросил. Раньше на меня внимания особо не обращала. Когда она умерла, больше одну не оставлял. Везде таскал с собой. Но про нее мы с ним за все время говорили только пару раз и все. У меня кукла была, Жанна. Я с ней играла, будто она моя дочка, и мы поехали на океан. Потом отец спрятал ее куда-то. Сказал, что потерялась. Не хотел, видно, чтобы я себя несбыточной мечтой мучил. И я тогда придумала, что она во Владивосток уехала. А теперь и я еду. Пусть и не во Владивосток, зато с тобой мечта сбывается. Кстати, мне всегда было интересно, о чем папа мечтает? Он же должен уметь мечтать. Так вот о чем? О погонах? Так он сам себе мог любые навесить. Людей спасти? А что им дальше делать? Под землей сидеть? Никогда не понимала его. Чем он живет? Что ему надо для счастья? Может и ничего. У него ведь никогда не было времени подумать о завтрашнем дне. В метро о таком как-то не думается. А тут наверху другое дело. Я вот знаю, что хочу. Ноги в песок зарыть. Строить из него крепости для малышей. Я себе двоих представляю. Девочку и мальчика. Мальчик на тебя похож. Потом бежим купаться. Вода теплая. За спиной горы. Домики деревянные на берегу. Солнце нас будит каждый день. Поднимается огромное. Прямо из воды. И бухта эта. Наш с тобой пункт назначения. Туда стоило бы через полмира ехать. У каждого должен быть пункт назначения. Своя точка на карте. Куда он рвется. И где может наконец успокоиться. У всех наших свой. У князя свой был. У Дамира свой. Вот подняли колпак. Выпустили нас из метро. И мы разбегаемся. Но не сразу. Сначала по инерции еще вместе бежим. Бежим. Туда откнемся. Сюда. Но каждый свою точку найдет. И там останется. Не знаю, где такая точка для моего отца, Артем. И не знаю, где для тебя. Но я тебя очень люблю. Очень-очень. Спасибо. У-у-у-у. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беги, Тёма. Я ещё посижу немного и приду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Может быть, но сейчас можем говорить тут, и никто не узнает. Ну это да. Так за что ты отсудить хотел? Ты слышал про большой сбор, да? Слышал. Самого понятно не звали. Вот сижу, ждут. Кто из двух бугров решил мою бригаду нанять? А ты как? Я тоже так, да. Люди мои засиделись все. Сейчас наш шанс реально бабла поднять, клянусь священным платьем. И есть у меня идея, как насчет скооперироваться. Ха, хорошая идея. Разборки с тобой мне точно больше не нужны. Ха-ха-ха, мне тоже, мне тоже. Колено до сих пор болит. Ты что, по рукам, брат? По рукам. Детали надо лично обговорить. Серьезные дела любят тишину. А тут нас хоть и не должны подслушать. Да, понимаю. Завтра у развалина ресторана. Пойдет? Пойдет. Значит, завтра у вас. Конец связи. Рокмен, брат. Конец связи. Рокмен, брат. Конец связи. Собака, барон, мертв. Кюльц сама его убивал. Весь Мунай-Байлер не знал теперь, что делать. Настал наш день. Бей нефтяной собака. Кто как может. Бей и приходи, где был вышка барон. Приходи к нам. Бери оружие. Долго выслужил собака. И что, за это получал? Ничего. Только побои, смерть и священное пламя. На это пламя я, тьфу, клевал. Пора прогнать всех Мунай-Байлер с нашей земли. Совсем. Теперь весь земля, весь нефть, весь еда будет наш. Смерть нефтяной собака. Играет арка. Это глас. Видео.